Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет такой небольшой влог, немного обо всем. Покажу вам, ну, как всегда, всего понемножку. И прежде я вам хочу показать, как я уже говорила, я выбрала одно украшение из магазина Sunlight, точнее их два украшения, как бы комплект такой. Еще в предыдущем своем видео я говорила, что мне он очень понравился. Я увидела его в приложении вживую, не видела ни разу. И решила, что это будет мой подарок на 8 марта. Так оно и получилось, чему я очень-очень сильно рада. И сейчас хочу вам показать его. На самом деле, этот подарок получился так, что я сама его выбрала, сама себе заказала и сама получила. Но это подарок от моего мужа. Я заказала все это онлайн, потому что в том магазине, в котором было в наличии, он был достаточно далеко от меня. То есть ехать на другой конец города я и всего этого не хотела. Плюс мой промо-код действует сейчас только при заказе через приложение. Ссылку на приложение я оставлю внизу в инфобоксе. А также промо-код со скидкой 10%. Это дополнительная скидка ко всем уже скидкам, которые есть в этом приложении. Обязательно посмотрите. Там доставка от 990 рублей. Вы можете, когда курьер приезжает, вот мне доставляет компания DPD. Кстати, одно время я ругалась на эту компанию, но сейчас вот как-то они справились и прямо вот реально день в день привозят. И если вдруг там задерживаются по времени, то водитель мне звонит и говорит, что вот я там чуть-чуть опоздаю, там на часик, на два, и все замечательно. То есть на самом деле очень прям здорово. Возможно, как-то компания вот этого, да, сервис по доставке, поменял свою политику, что не может не радовать. Соответственно, приходит вот такая коробочка, вы ее вскрываете, да, от магазина Sunlight, и можете при курьере все посмотреть, чтобы все было в порядке, и, соответственно, заплатить ему. Курьер приезжает, можно оплатить ему карты, и можно оплатить ему наличными. А также можно оплатить непосредственно на сайте. Я оплатила курьеру карты, и, соответственно, получила свои украшения. Также меня спрашивали по поводу подарков. Да, в этот раз у меня, получается, есть подарок. Там как-то промо-коды, какие-то купончики есть, которые тоже можно применить. И вот у меня получилась такая достаточно маленькая, но очень симпатичная, на мой взгляд, подвеска. Такая нежная, просто камушек. Можно, кстати, эту подвеску одеть и на браслетик. Я вам обязательно покажу поближе. И можно одеть, соответственно, вот такой, видите, просто камушек такой. Ну, как, это, наверное, стеклышка. Вообще, я как-то спрашивала у девушки в магазине, она говорит, что это бижутерия считается у них. То есть это не серебряное украшение, под серебро как бы сделано, но очень миленькое. И предыдущие вот такие подвески, которые я получала в подарок даже года два тому назад, они у меня никак не потемнели. То есть очень даже хорошая бижутерия, я бы так сказала. И я периодически вот такие маленькие украшения ношу. На самом деле такой кулончик блестящий или даже куда-то на браслетик повесить. Будет очень симпатично. Ну, давайте, конечно, по украшениям. Все это идет упаковано, как обычно, в красную коробочку. И в этой красной коробочке еще у меня такой мешочек был. И я хочу вам показать само украшение, которое вообще покорило меня. Я очень давно хотела подобное украшение. Это украшение с камеей. Камея, да, правильно это называется? Это вот такое вот очень красивое шейное украшение. Я вам все сейчас, конечно же, покажу поближе. Здесь вот это камея сделана из натуральной ракушки. Это все серебро. Это Италия. Италия вообще меня покоряет, конечно, своими украшениями. Как в золоте, так и в серебре. У них безумно красивое и актуальное украшение. К этому шейному украшению я приобрела такой же браслет, на котором тоже есть вот эта подвеска в виде камеи. Здесь такая очень красивая девушка. По мне так, ну вот как я вижу, да, это все. Мне кажется, это сделано ручной работой, потому что очень так вот все классно сделано. К этому комплекту есть еще серьги и кольцо. Но вот как-то я решила взять именно шейное украшение и браслет. И именно так комплектом я и ношу. Сейчас я вам покажу все это поближе. Итак, давайте я для начала покажу подарочек. Подвеска, которая шла в подарок. Вот в такой коробочке, в пакетике, соответственно, нашла. И вот такая вот, на мой взгляд, просто потрясающая подвеска. Видите, она так просто кристалл, скажем так. Он вот так вот огранен. Мне кажется, летом на солнышке, представьте, как классно на какой-нибудь тоненькой серебряной цепочке будет данное украшение просто сверкать, переливаться и просто будет красота. То есть подарок такой мне очень даже понравился. Вообще подвески в последнее время очень классные, которые идут в подарок. Ну и давайте поближе рассмотрим уже сами украшения. Во-первых, вот это шейное украшение. Я, естественно, его уже тут по-всякому одевала. И с подвеской, и без. Вот такая вот внутри идет камея. Очень, на мой взгляд, красивая. Ну, по мне, так лично, такая вот девушка сделана. Все это из ракушки. Далее это серебро 925-й пробы. Видите, вот такая вот идет цепочка. И на цепочке сделаны вот такие вот просто колечки. Тоже из серебра. Здесь есть удлиняющая цепочка. То есть 45. Ну и получается, наверное, чуть-чуть побольше. В принципе, по шейке сидит. Очень даже неплохо. Здесь вот тоже идут такие колечки. И вот здесь вот тоже идут колечки. Очень классное украшение. Вот эту вот камею можно спокойно отсюда снять. Сейчас я сниму. И носить отдельно, допустим, с любой цепочкой из... Ну, под лимонное золото, скажем так. И вот эту вот цепочку носить отдельно, как колье или совмещать. То есть одеть вот такое колье, да. И вот сюда вот такую вот цепочку с этой камеей. Ну и, соответственно, браслет тоже самое. Вот я сняла с нее вот эту камею. То есть здесь ее у меня получается две. Можно даже как сережки, да, на сережки какие-то одеть две. Но девушки вот эти вот, видите, немножко отличаются. Поэтому я думаю, что это ручная работа, на мой взгляд. Но мне так, по крайней мере, кажется. Видите, они немножко отличаются. То есть по-разному сделано. Мне кажется, это реально ручная работа. Вот. С другой стороны, кстати, вот эти камеи выглядят вот таким вот образом. Тоже все очень красиво закончено, сделано. И, соответственно, браслет идет уже полностью весь вот в таких вот колечках. То есть на цепочке вот такой вот идут вот такие вот потрясающие колечки. Очень классно смотрится. То есть сочетание белого и лимонного золота. Вот, соответственно, у меня бирочка. Шейное украшение размер 45. Серебро 925 пробы. Натуральная вставка. Камея морская раковина. Вот. И здесь у меня также на браслете бирочка. Вот. Сделано в Италии. Также 925. Браслет, да, у меня 16,5 размер. И он отлично подходит, потому что здесь есть удлиняющая цепочка. Мне кажется, он и на, не знаю, и до 18 подойдет точно вот этот браслетик. Так что вот такая вот у меня новая красота. Да, но я давно хотела какое-либо украшение вот с такой камеей. Обычно они крупные, а здесь она такая маленькая, изящная. Вот прямо по мне. Прямо мое украшение 100%. Мне кажется, я такое украшение в свое время и искала. И подвеска в подарок тоже очень классно. Так что вот такой вот у меня подарочек получался на 8 марта. Я вам на вот эти украшения тоже оставлю ссылочки, чтобы вы могли, кому вдруг понравилось, могли посмотреть. Но я теперь буду покупать еще, очень хочу, цепочку в лимонном золоте. Потому что у меня вообще в лимонном золоте нет цепочек. Вот просто отдельных, чтобы туда вешать какие-то красивые подвески. Обязательно нужно такую мне цепочку себе приобрести в ближайшее время. Итак, вот так вот смотрится это украшение. Я сейчас одела как 45. То есть оно прямо идет вот так вот под шейку. Можно чуть-чуть подлиннее сделать. Так как там удлиняющая вот эта цепочка. Волосы, кстати, не цепляются. Вон, видите. То есть я на самые маленькие одела. Вот. В принципе, она не елозит туда-сюда. И вот эта вот подвесочка за счет вот этих круглых цепочек, она очень хорошо здесь держится. И вот такой вот очень классный, на мой взгляд, браслет. Просто. Соответственно, вот эту вот камею можно отсюда снять. Я здесь, кстати, одела. Сейчас одела как получилось. Не на самые, не на самые маленькие, а вот где-то на средний одела. И вот эту вот камею можно, например, снять. Носить просто такой вот. Вот такой вот просто симпатичный браслет. Это одевать без вот этой подвесочки. Но мне нравится вместе с ней. И, соответственно, вот эту подвеску можно снять и одеть на какую-то цепочку. Такую в лимонном золоте. У меня, к сожалению, такой цепочки нет. Но все впереди, что называется. И, допустим, можно носить вот это шейное украшение. И еще цепочку вместе вот с этой камеей. И вот таким образом браслет. Или, например, просто камею на тоненькой цепочке. И будет просто безумно классно. Так что мне очень нравится это украшение. Оно просто потрясающее. На 8 марта это самый лучший для меня лично подарок. Так что не забывайте, что все ссылочки. Также промокод на скидку 10% на дополнительную скидку. Я вам оставила внизу в инфобоксе. Единственное, что он действительно только при заказе в приложении. Но дам доставка. Еще раз повторюсь, от 990 рублей. Поэтому, в принципе, можно любое украшение заказать. И получить вот такую вот красоту. Еще, девочки, из хороших новостей. Не успела я смонтировать предыдущее видео, как нам позвонили и сказали, что готова наша кровать. И нам ее привезли. Ура-ура! Мои мужчины тут весь вечер собирали кровать. И мы ее уже поставили. Конечно, нам предстоит еще ремонт. На самом деле, эта новость была тоже супер отличная. Потому что как-то ждать до начала апреля не особо хотелось. Но мы очень рады. У нее вот такой подъемный механизм. То есть внутри есть место для хранения чего-либо. Но, в принципе, я там внутри ничего не собираюсь хранить. Просто хотела, чтобы она со всех сторон была закрыта. Чтобы кот туда не лазил. Потому что всякие тошнутики. Обычно он под кроватью. И очень сложно туда залезть. Мне потом все это помыть. В общем, вот такая вот у нас кровать. Вот. Обита тканью. И сделаны у нее такие... В общем, не знаю, как все это девочке называется. Вот. Подъемный механизм, кстати, достаточно такой удобный. И заказывал у меня муж через интернет. Какая-то питерская какая-то фирма. Вот. Ну, не знаю. Потом еще, может быть, покажу вам поподробнее. Если кому интересно про эту кровать. Нам понравилось очень. Конечно же, застелила новое постельное белье. Из Ивановского трикотажа. С сайта Василек. Оно, кстати, очень классное. При стирке не садится. Расцветка просто потрясающая. Весенняя. Очень поднимает настроение, как вы видите. Не только мне. Вот. И так что вот такая вот у нас радостная новость. Вообще, этот влог, наверное, будет полный радостных новостей. Так что мы все безумно довольны. И матрас этот намного лучше, удобнее, чем у нас был предыдущий. Еще, девочки, я хотела вам показать. У моего мужа недавно был день рождения. И вообще, как идею подарка мужчине, которому, ну, скажем так, не знаю, что подарить. В общем, ему подарили вот такой набор. Он так и называется. Отец-настоятель. Я, честно признаюсь, не смотрела в интернете. Нигде не искала, потому что считаю, ну, как-то некрасивым это. Ну, как-то так, да. Вот. Но, возможно, кому-то это пригодится. На какой-то праздник, если вас пригласили на какой-то, я не знаю, может быть, юбилей. Вы не знаете, что подарить мужчине. Вот такой набор, мне кажется, отличная идея. Ну, посмотрите, что здесь. Ну, муж у меня еще не читал, но, как он понял, сюда нужно заливать, скорее всего, как он сказал, водку. То есть здесь идут вот такие бутылочки, да, в этом наборе. И вот такие вот, видите, горные травы, красный корень, на черносливе и травах, на хлебе бородинском и на полыне и гибискусе. То есть это вот такие бутылочки. Сюда заливается какой-то крепкий алкоголь, настаивается и потом как бы пробуется, дегустируется. У меня муж любит различные такие вот штуки, всякие настойки и так далее. Он любит все это, как бы пробовать что-то новое, поэтому для него это прямо вообще нереально прикольный подарок. Здесь вот есть инструкция, но он у меня потом сам все почитает, сам все-все-все посмотрит, что нужно с этим делать. Вот, так что как идею такого подарка, особенно когда не знаете, что подарить, вот, или любителю, скажем так, каких-то вот таких вот интересных алкогольных напитков, мне кажется, отличный вариант. Называется вот так «Отец-настоятель». Ну, я думаю, что можно погуглить и найти такой набор где-то в просторах интернета уж точно. А еще, девочки, у меня пополнение в моей, как это сказать, в моей оранжереи. Тестра говорит, у тебя тут скоро, говорит, будет оранжерея, это точно. Вот, это же моя пальмочка. А мне сестра отдала кусочек вот такого дерева, называется монстера, да, она мне на самом деле очень-очень нравится. У нее же вырастают вот такие большие листья, она здесь должна будет пустить такие воздушные корни. В общем, я ее пересадила в обе, тоже куплен вот такой горшок, он внизу на колесиках, то есть это кашпо, а внутри вставлен, получается, горшочек. И вот такая вот у меня прелестница новая. Это у меня у сестры на окошке стояло, и, в общем, он как бы обгорел немножко этот кусочек листика, но ничего страстного. Он все равно у меня приживется, и потом будет, будут листья, в общем, больше. Пока он у меня тут такой маленький малыш. На самом деле вот эти вот цветы, я их присмотрела в обе, но как-то никому не говорила, что я хочу такой цветок. А в обе они стоят 800 рублей, девочки. Вот такого размера, ой, какой 800 рублей? 8 тысяч. Вот такого размера цветок, вот этот монстера, стоит 8 тысяч, представляете? Вот, и я как-то что-то, когда были там с сестрой, в общем, я ей говорю, представляешь, я говорю, так хочу вот эту монстеру, но жалко денег, 8 тысяч. Я говорю, вообще обалдели. Она говорит, так я, давай я тебе дам, говорит, у меня же есть. А я как-то, ну, он говорит, ты что, не видела, на окне стояла. А я как-то, знаете, не обратила почему-то внимания, хотя цветок этот хочу очень-очень давно. Ну, в общем, да. В общем, так что у меня такие вот здесь вот две подружки стоят теперь. С той стороны у меня стоят две драцена, а здесь вот у меня монстера и моя пальмочка стоят. В общем, две вот такие девочки у меня тут еще появились. А еще, девочки, у меня уже лето. Я, кстати, уже второй раз покупаю, откопала в одном месте и не знаю, откуда привозят. Забыла спросить в этот раз. Вот такую клубнику. Она не ароматная, но мега сладкая. Вообще вот как будто с огорода. Правда, аромата практически никакого нет. По 280 рублей. Ну, я вот покупаю два таких лоточка и как раз... Меня муж не любит клубнику, это хорошо. И как раз покупаю деткам и себе. Нам как раз хватает. Вот второй раз уже покупаю. Что-то мне кажется рановато клубника, но вот это очень-очень вкусно. Прям вообще сладкая, но не ароматная. То есть она не пахнет и практически вся вот такая крупная. Так что вот такое вот у нас маленькое лето уже. А еще, девочки, я хочу сегодня поделиться с вами своей радостью. Я безумно-безумно счастлива. И я хочу вам показать свой подарок на день рождения. День рождения у меня еще не скоро, на самом деле, 30 апреля. Но так получилось, что я получила свой подарок намного раньше. И безумно этому счастлива. Это подарок от моего мужа. И на самом деле, это самый лучший подарок за всю свою жизнь, который вообще я когда-то получала. Мне, кстати, будет 36 лет. И сейчас я вам покажу свой подарок. Девочки, вот мой подарочек. Боже, это же такая милота. Это мой подарочек. Скажу, здравствуйте, девочки. Меня зовут Джуси. А я шпиц. Ее такая маленькая прелесть. Это девочка. Вот такая вот маленькая прелестница, которая еще кусается. Да? Скажи. Скажи, девочки, привет. Да? Привет, девочки. Ты моя сладкая. Вот. Она у нас уже несколько дней. Боночка с ней моя подружилась. Да? Поначалу она ее очень сильно боялась. Ты моя прелесть? Вот такая вот ее красивая. А у нас еще такой вот красивый девочки беленький хвостик. Вот такие вот мои пушистые, милые создания такие, да? Вот такие вот сладкие. Скажи, меня зовут Джуси, но я еще не понимаю, что меня так зовут, да? Я еще не понимаю, поэтому не откликаюсь пока. Вот такая вот я прелесть. Вот такой у меня носик хороший. Да? Вот такая вот сладостность я. Да? Вот такая вот хорошая. Ты хорошая моя девочка. Кто самый сладкий? Кто сладкий? Ну, вот такой вот. Вот такой вот. Вот такая вот прелесть. Мама целует. Мама целует. Вот тут мама целует. Мама кормит. Поэтому мама... Ну, вот такой вот у меня девочке подарочек. Так что теперь во влогах у меня будет помимо боночки еще и будет Джуси. Джуси, так и так мои детки ее назвали. Сказали, что это сок. Да? Ты такая сладкая, как сок. Сладкая очень, девочка. Такая хорошенькая. Она уже спать хочет. Да? Ну, иди. Она у нас уже несколько дней, буквально три дня, наверное. Первый день, конечно, было достаточно сложно. Ей два месяца. 19 марта исполнилось два месяца. Вот. Я уже совершила ей кое-какие покупки. Еще покупки предстоят, конечно же, для нее. И она у нас, сколько получается, третий день уже. Первую ночь, конечно, мы не спали. Она скулила. Ну, сейчас и вообще боялась всех. Но сейчас уже привыкла. На самом деле, я не скажу, что это для меня было сюрпризом. Потому что я очень хотела маленькую вот такую собачку. Я мне вообще, мне кажется, было в какой-то момент вообще все равно. Но я хотела именно такую маленькую крошечку. Муж у меня очень был против. Поэтому мы завели лаборатору. Мою боночку, мою собачку, да? Вот. Которую я, конечно же, тоже люблю очень сильно. Я вообще, на самом деле, девочки вообще все по себе завела. Она, кстати, у меня приучена к пеленке. Ну, как приучена? Иногда бывает мимо. Иногда бывает, знаете, передние лапки встанут на пеленку. А задние как бы, ну, не всегда. Не всегда уходит, да? Про тебя говорю. Нападает на меня. Вот. И я очень, в общем, я очень давно хотела такую малюточку. И все как-то постоянно об этом говорила. Постоянно я много-много лет уже хочу такую малюточку. И в итоге муж ко мне приехал в пятницу. Сказал, что он нашел, у кого взять. И что нужно ехать и забирать. Потому что она у меня без документов. Но она от родословных родителей. Но без документов. И у нее, возможно, не будут стоять ушки. Поэтому нам ее как бы отдают. В общем, хозяйка не хотела с ней особо заниматься. Сказала, забирайте. Вот. Позвонила и сказала, что забирайте. У нее сделаны кое-какие прививки. Ведь паспорта нет. Ну, я все это и оформлю. Мне вообще на самом деле все равно. Кстати, муж хотел взять мальчика. В итоге он взял девочку. Вот. Так что вот так. Так что вот такая вот милота. У меня теперь будет во влогах. И я тоже немножко пропала. Уже научилась на лотучке проситься. Да? Уже научилась. Я скажу, к маме проситься на ручки. Не только на ручки. В общем, деловая такая. Ходит строить всех уже. Да? Вот такая вот я лобочка. Вот. Так что вот такая вот у нас прелестница. Теперь девочки. Я вообще. Самый счастливый, наверное. Наверное, самый счастливый человек. Теперь вообще на всей планете. Так что вот такая вот у меня прелесть. Девочки. Я просто безумно довольна. И вот покажу первые покупочки для нашей младшенькой девочки. Заказала вот такой корм. У меня старшая собака ест вот этот корм. Гоу. И я решила такой же заказать ей. Правда, он, наверное, крупноват для моей собачки. В общем, ладно. Посмотрим. Если что, у меня есть кому съесть. Вот. И попутно вот эти пеленки заказала. Я еще обычные хочу купить, попробовать. Ну, в общем, такие пеленочки. Здесь вот эту штучку. Это нам мужу, мы ему сказали обязательно дать. Вот. Суспензий. Ей вот такой вот маленький мячик. Правда, он ей... Он, наверное, в ее голову большеват, конечно. Ну, ладно. А это моей старшей собачки. Вот. Вот такую вот штучку поиграть. Так что же вот такие у нас покупки для малыша нашего. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok